Три закона Вселенной, которые помогут вам жить в гармонии с собой и, конечно же, с этим миром. Сегодня у нас именно эта тема. Всем привет! Меня зовут Мария Мустафина. Я сертифицированный тета-практик, женский наставник, автор курсов, медитаций и загрузок для женщин. Мы приехали сегодня на остров, с семьёй, но суббота, очень такой семейный, спокойный день. И тут я словила инсайд и вспомнила, что раньше у меня в шапке профиля в инстаграме было написано «пробуждающий женский наставник». Пробуждающий от чего? Вот мы сейчас тоже в эту историю уйдём. Когда человек пробуждается, он в своей жизни словно просыпается. Ему кажется, что жизнь до этого была просто какой-то сон. Или, знаете, можно представить это как какой-то фильм, как какая-то матрица, в которой мы жили. Нам казалось, что всё происходит просто так. Нам казалось, что от нас ничего не зависит. И вот люди, которые приходят в нашу жизнь, наши наставники, которые делятся своей информацией, они делают так, что мы словно пробуждаемся, видим этот мир и эту жизнь по-другому, видим себя по-другому. И мы после этого можем по-другому себя вести. То есть мы понимаем, что всё-таки в этой жизни всё происходит не просто так. И вот сегодня мы с вами разберём три главных закона Вселенной, которые мне очень откликаются, которым я прислушиваюсь, которым я следую, и которые я считаю действительно очень важным в жизни. И первый закон Вселенной — это, конечно же, закон подобия. И этот закон гласит, что подобное притягивает подобное. Я уверена, что вы об этом слышали, может быть, не слышали, и мы повторим эту информацию. Это абсолютно не важно. Важно понимать, что мы притягиваем к себе только то, что есть в нас самих. Мы притягиваем людей, по сути, таких, какими являемся сами. То есть если мы хотим в свою жизнь привлечь какого-то достойного, интересного, разностороннего человека, то в первую очередь нам нужно самим стать таким человеком. И всё наше окружение — это наши зеркала, это наше подобие. Если нас раздражает что-то в нашем окружении, то значит, это есть в нас самих. Но мы не можем себе это признаться. Либо это будет очень больно, если мы признаемся. Всегда есть такая защитная функция, что я не такой, как все, я не такая, как все. Они не понимают, они не слышат. Очень легко обелять себя и делать вид, что нет-нет, я не такая, я все правильная, у меня все хорошо. Но в любом случае, когда мы смотрим на свое окружение и на то, кто нас окружает, важно увидеть в них себя. Возможно, это не в прямой параллели. Возможно, это не прям, знаете, вот точь-в-точь то, что есть во мне. Но в любом случае мы не можем притянуть в свою жизнь то, чего нет нас. И это связано не только с окружением. Это вообще в целом всё, что в нашем мире. Если мы излучаем позитив, то мы получаем позитив. Если в нас есть любовь, то мы видим любовь во всём. Если в нас есть вот эта безумно сильная энергия созидания и творения, то мы видим её вокруг. Если мы считаем, что мир прекрасный, то мир нам это показывает, что да, я прекрасна. И поэтому, если вас сейчас окружают люди, которые вам не нравятся, посмотрите немножко глубже. Посмотрите, что именно вам не нравится. Подумайте, а есть ли это у вас самих. И строго для себя осознайте, что если хотите притянуть какого-то очень кайфового человека в жизнь, то сначала таким человеком нужно стать. Это, кстати, касается и клиентов. То есть рабочие процессы, ваши клиенты, ваши ученики, люди, с которыми вы работаете. Всё абсолютно одинаково. Этот закон работает вне ваших желаний, вне ваших предпочтений. Он просто работает. Следующий второй закон вселенной, это, наверное, мой самый любимый. Это закон причины следствия. У каждой причины есть следствие. У каждого результата стоит предыдущая работа за ним. В этой жизни, в этой вселенной, в этом пространстве ничего не остаётся бесследно. Всё, что вы сказали, всё, что вы подумали, каждое ваше намерение, оно не исчезает и не пропадает. Оно есть здесь, рядом с вами. То есть если мы развиваемся, прикладываем действия, растём, верим в себя, знаем, что у нас всё будет замечательно. Если мы стараемся быть позитивным, изобильным человеком, который несёт в этот мир радость, любовь, изобилие, то обязательно мы будем получать результаты, касаемо тех действий, которые заложили. Если мы несём в этот мир разрушение, агрессию, обман, ложь, если мы закладываем эти намерения даже не вслух, даже просто в своих мыслях, обязательно будет какое-то следствие. И получается, что что нам даёт это понимание, что нам даёт это знание? В первую очередь, что любой ваш труд, любые ваши намерения, любые ваши даже очень маленькие действия, они обязательно приведут вас к какому-то следствию. То есть что-то у вас будет 100%. Это не исчезнет бесследно. Знаете, бывает, ты очень долго делаешь какое-то дело, стараешься, закладываешь основу, закладываешь фундамент, очень много работаешь, но ничего не получается. Да, здесь можно повесить руки и сказать, что всё, значит, больше ничего не будет. Но если мы не будем сдаваться, если мы будем чувствовать и понимать, что да, это то, что я хочу, то просто нужно подождать, делать действия, обучаться, изучать глубже процесс, обязательно вы получите результат. Это не пропадёт бесследно. Этот закон очень часто путают с законом кармы. Да, что если вы какому-то человеку сделали плохо, то обязательно вам это плохое тоже вернётся. И отчасти можно так подумать, можно так сказать, что вы заложили какую-то основу, да, не очень благоприятную, и она обязательно вам в каком-то виде будет возвращаться. Но мы об этом сейчас не будем говорить, потому что карма на самом деле это не так-то плохо, как все этого боятся, учитывая, что у нас 24-й год, это год кармы, да, и сама по себе философия кармы, она о том, что то, что вы закладываете, вы это и получаете. То есть если вы закладывали в свою жизнь изобилие, если вы распространяли в этом мире любовь, какие-то позитивные энергии, если вы делали всем только хорошо и себе в первую очередь, то значит вам по карме будет возвращаться именно это. Поэтому карма не так уж и плохо. И не нужно её так сильно бояться. И следующий, третий закон, это закон баланса энергии. Там, где забрали, обязательно прибудет. Это очень интересный закон, вот о нём мало кто знает, и я расскажу сейчас прям, знаете, такие фундаментальные базовые вещи, которые мы делаем постоянно, каждодневно, но даже не замечаем этого. То есть если вы откуда-то что-то забрали, там должно быть восполнено, и желательно вами же. Мы не можем только потреблять, мы не можем только забирать. Получается, что то, чем мы сейчас с вами окружены, это то, что мы отдавали в мир, и мир нам вернул. Вот в эту фразу можете прям вдуматься. То, что сейчас нас окружает, наши чувства, наши ощущения, наши результаты, то, как мы ощущаем эту жизнь, то, как мир ведёт себя по отношению к нам, это то, что мы когда-то отдавали. И получается, здесь отголоска к предыдущему закону, чем больше ты отдаёшь, тем больше ты получаешь. Люди об этом забывают. У нас сейчас современное общество больше настроено на потребление. Я хочу забирать, 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 и они забывают отдавать в ответ. Соответственно, вы, это как кредит, это как будто бы вы в банке взяли деньги, и над вами повисла вот эта энергия должника. То же самое, если вы забираете у своего партнёра. К примеру, вы как женщина только берёте, 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 да, и забывайте о том, что нужно что-то отдать в ответ, чтобы баланс выровнялся. Чтобы не так, что ваша чаша перевалила, вы себе всё набрали, набрали, сидите, знаете, как маленький принц. Помните, тот жадный король на своей планете? Он сидел просто со своими всеми ресурсами, со своей короной, со своим эго. Это всё моё, это всё только для меня. Вот очень многие люди, не только женщины, но и мужчины, дети, абсолютно неважно, да, все мы, есть просто наша душа, привыкли потреблять. К примеру, просмотр бесплатного фильма. Когда вы находите пиратские фильмы, пиратские версии и смотрите их. Как это работает? Это работает так, что этот фильм снимали. Кто-то затрачивал на этот фильм огромное количество ресурсов и энергии. А вы это просто взяли и ничего не отдаёте взамен. И вы становитесь должником. То же самое с бесплатной информацией. То есть здесь очень хочется сказать, не потребляйте просто так бесплатную информацию от людей. Бесплатно не работает. Бесплатно забирает у вас силы и энергию. Когда вы от человека только потребляете и ничего не отдаёте ему взамен, это значит, что вы опять остались в долгу. Вы забрали энергию, но ничего не вернули. И получается, что представьте, сколько в вашей жизни может быть таких пунктиков, связанных с фильмами, связанных с информацией, связанных с вашим партнёром. И вы всё берёте, 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 но ничего не отдаёте взамен. Как правило, здесь баланс не соблюдается. И вы в ответ не можете получить что-то лучшее, что-то новое. И как только вы начинаете отдавать, вам мир возвращает ещё больше. И здесь самая прекрасная точка в том, что и самое сложное для многих, что когда мы в детской позиции или когда у нас тяжёлые обстоятельства в жизни, то нам хочется сказать, как я буду что-то отдавать, если у меня у самой ничего нет. Вот у меня ничего нет. Что я могу отдать? В этом прелести этого закона. Вы отдаёте, несмотря на ту позицию, в которой находитесь. Вы всегда можете отдать благодарность. Почему я всегда прошу вас комментировать мои видео? Когда вы пишете комментарий, вы на это тратите свою энергию. То есть я трачу свою энергию на записи этого видео. Вы в ответ посылаете мне благодарность, своё мнение, делитесь своими историями. Или вы идёте дальше, покупаете медитации, покупаете курсы. То есть погружаетесь глубже в эту информацию. И получается, между нами нет вот этой долговой истории. Согласитесь, наверняка у вас было такое в жизни, когда вы чувствовали, что вам очень нравится человек, очень откликается, вы его смотрите, слушаете. А потом со временем у вас вырастает очень сильная неприязнь к этому человеку. И неприязнь не потому, что человек изменился. Неприязнь не потому, что с этим человеком стало что-то не так. А это и есть вот этот баланс, который не соблюдён. Вы слишком много брали, но ничего не отдавали в ответ. Точно так же, когда вам кто-то помогает советом или каким-то действием, вам обязательно нужно что-то отдавать в ответ. Отдавать деньгами, отдавать благодарностью, отдавать тем, что у вас есть. Но не оставлять вот этот незакрытый баланс, когда вы только берёте и ничего не отдаёте. Это может быть просто даже среди ваших знакомых. Да, к примеру, вам кто-то помог советом, и это самое главное, что это по вашему внутреннему отклику происходит. Что вам человек настолько в жизни помог, причём этот человек может даже не знать об этом. Этот человек, допустим, какая-то ваша знакомая, и вы случайно встретились где-то в кофейне. Да, может быть, вы напрямую даже не говорили о вашем запросе. Но она рассказала какую-то мимолетную историю своей жизни, и у вас где-то внутренне щёлкнуло, и разрешился какой-то вопрос. То есть вы через этого человека получили ответ на свой вопрос. Он у вас был, и пространство вам дало ответ в виде этого человека. Если у вас вот эта щёлкает история, что, боже, как мне это ценно, вам нужно что-то отдать в ответ. И не обязательно говорить этому человеку, слушай, ты там рассказала эту историю, и прокручивать, как вам это было здорово, и как вам это помогло. Вы просто можете угостить её кофе, или там пироженка, если вы в кофейне, или просто послать, допустим, цветы на её адрес, или там где она работает. То есть можно много способов найти, как отблагодарить человека. Или, например, вы фотограф, и вы понимаете, что можете предложить какую-то небольшую экспресс-съёмку, да, то есть чтобы по энергетике было в балансе. То есть если для вас несложно, и вы уделяете, допустим, 15 минут на это, да, и вы понимаете, что в целом вы после этого не выпадете по энергии, то всё замечательно. И здесь это работает и в обратном порядке. Когда вы слишком много отдаёте, но ничего не получаете в ответ, вы также впадаете в дефицит. То есть у вас забрали, 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 вы делились, что-то делали, помогали, но внутренне у вас опустошение. Это та история, что не нужно помогать людям бесплатно, не нужно лезть, когда вас не просят, не нужно стремиться сделать всем хорошо, пока у вас действительно об этом не попросили. Когда вы лезете со своей помощью, когда вы пытаетесь свою энергию, свои действия, свою информацию кому-то отдать, здесь важный принцип в том, что человек к этому ещё не готов. Если бы он был готов, он бы пришёл. Он бы пришёл и сказал, слушай, у тебя вот здесь вот так классно что-то получается, можно как-то поговорить с тобой об этом? То есть мы поговорим, можно я тебе заплачу? Или можно я тебе тоже чем-то в ответ помогу? То есть такая, знаете, связь двух осознанных взрослых людей. Если человек вам не подходит и не спрашивает, значит он ещё не готов, он ещё спит, он не готов пробуждаться, он не готов менять свою жизнь. Вот с 2019 года у нас происходят такие очень страшные, нестабильные события, которые как раз-таки и служат большим пробуждением людей. То есть пока мы живём, пока в нашей жизни всё ровно и хорошо, мы спим. И как только происходит, например, ковид, мобилизация, курс доллара, людей вот так начинает трясти, и они начинают просыпаться и понимать, что то, что я делала и как я жила, сейчас недостаточно. Возможно, я чего-то не знаю, возможно, я что-то не понимаю. И они идут углубляться, они ищут себе наставников, они ищут себе учителей, они ищут людей, которые уже пробудились, и у которых они могут попросить совет, поделиться опытом, взять какие-то инструменты. А когда вы просто лезете к людям, вы просто отдаёте, и ничего не получаете в ответ. Вот здесь вот ещё благотворительность. Самый главный принцип благотворительности в том, что благотворительностью нужно заниматься, когда вы сами в изобилии. Не когда вы в деписите, у вас не хватает денег и времени на себя, но при этом вы хотите быть для всех хорошей, играете в спасателя и пытаетесь помогать всем вокруг. Это не благотворительность, это другое. Благотворительность — это благо творить. Мы можем творить благо, истинное, настоящее благо, когда мы сами находимся в благе. Когда у нас изобилие, мы очень легко помогаем другим. Поэтому самое важное — сначала помогите себе, а потом лезьте к другим людям. И, конечно же, не оставляйте за собой энергетических должков. То есть вы даже сейчас можете посмотреть на свою жизнь, на людей вокруг вас, и, знаете, внутренне почувствовать, с кем из людей у вас есть вот этот энергетический долг. Кто вам помог или что-либо сделал в жизни, но вы ничего не отдали в ответ. И вы всегда можете написать благодарность, вы всегда можете прийти на следующую встречу с каким-то маленьким подарочком, с шоколадкой, с цветами. Для женщин цветы — это всегда прекрасно. Это всегда про улыбку, это всегда про благость. Поэтому обязательно внедряйте это в жизнь и чувствуйте, как это вам помогает. Потому что если мы как маленькие эгоистичные дети будем все набирать и ничего не отдавать в ответ, мы понимаем, что мы находимся в долге, мы тяжелеем, наша энергия тяжелеет, и нам все тяжелее, тяжелее идти куда-то дальше. Мы понабрали и с этим всем сидим. Ну и получается самый заключительный принцип вот этого закона, о котором мы сейчас говорим, что ничего не бери просто так. У всего есть своя цена. Плати эту цену с удовольствием, плати эту цену с изобилием. Когда люди снимают фильмы, у этого есть цена. Когда кто-то с вами делится опытом, у этого есть цена. Когда кто-то вам помогает, у этого есть цена. Это знаете, еще одна история, что, допустим, там девушка начинает профессию фотографа, и все подружки начинают, ой, а пофоткай меня, а сфоткай меня. У всего есть своя цена. Когда вы перестанете от людей просто потреблять, к вам будет возвращаться изобилие. Если вы ото всех только потребляете, значит, в вашем, в вашей жизни дальше будут встречаться люди, которые будут потреблять от вас. И наоборот, если вы знаете всему цену и хотите ее платить, то значит, вокруг вас, по закону первому подобия, будут те люди, которые будут знать вашу цену и платить вам. Это очень-очень крутая мысль. На этом у меня все. Безумно хотелось из этого места поделиться этой информацией. Пробуждайтесь, соблюдайте эти законы, если они вам отвлекаются, выпишите их для себя куда-то, поразмыслите над ними. Возможно, они уже прямо сейчас очень здорово повлияют на вашу жизнь. На этом у меня все. И по традиции до встречи на следующем видео. Очень вас люблю, очень благодарна, что вы со мной, что вы делитесь, что вы лайкаете, что вы репостите. То есть у нас с вами очень классный энергообмен. На этом у меня все. Пока-пока.